Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы познакомимся с легендарной книгой Pictures by J.A.A. Tolkien, Selection and Text by Christopher Tolkien, рисунки Джона Роналда Ройла Толкина, подборка и текст Кристофера Толкина. В этой книге собрана коллекция художественных работ Джона Роналда Ройла Толкина. Первое издание данной книги вышло в издательстве Allen & Unwin 1 ноября 1979 года. Впоследствии материал книги был полностью переработан сыном Толкина Кристофером Толкином во втором издании книги, которое вышло в 1992 году в издательстве HarperCollins, которое купило издательство Allen & Unwin и получило права на публикацию произведений Толкина. Перед нами третье издание книги, вышедшее в 2021 году, спустя 30 лет. На передней стороне футляра книги огнедышащий дракон Глаурунг, который отправляется на поиски великого воина людей Турина Турамбара. Это иллюстрация из Сильмариллиана. На передней обложке книги просто красивый узор. На обратной стороне фрагмент наброска смерть Смауга. Ниже левого плеча дракона видна стрела барда-лучника. Издательство HarperCollins. Книга напечатана и собрана в Италии. Предисловие к оригинальной книге 1979 года. Основная цель данной книги – собрать все изображения Толкина, которые были опубликованы в серии из шести календарей с 1973 по 1979 годы. Предисловие ко второму изданию – книги от Кристофера Толкина. В этом издании иллюстрации неба изменены, кроме изображения Хоббитона. Однако, я воспользовался случаем, чтобы исправить или дополнить некоторые примечания к изображениям. Примечания издателя. Книга возвращается в печать спустя более четверти века. С тех пор многое изменилось в области цветопередачи. Новые цифровые сканы позволяют получить более точные копии оригинальных изображений. Книга посвящена памяти Кристофера Толкина и его отца Джона Роналда Ройла Толкина. Портрет Толкина с трубкой и логотип Толкина стоит трейдмарк. В логотипе зашифрованы инициалы J-A-A-T – Джон Роналд Ройл Толкин. Крестик и источник здесь не просто для красоты, это четыре двоеточия для разделения инициалов писателя. Холм Хоббитон – вид через реку. Черно-белый рисунок из первого издания Хоббита 1937 года, которое не имело цветных иллюстраций. Рядом акварель с большим количеством деталей и некоторыми отличиями. Например, отличаются окна мельницы. Три тролля обращаются в камень. Иллюстрация к Хоббиту. Солнце восходит, тролли не успевают укрыться в пещере и обращаются в камень. Ривенделл – рисунок, выполненный пастелью. Считалось, что это раннее изображение Ривенделла, но Кристофер Толкин полагает, что это более поздний вариант, чем классическая акварель. Классическая акварель с видом Ривенделла, королевства эльфа Эльранда. Мглистые горы – вид на запад, а гнезда в направлении врат гоблинов. Оригинальное изображение с первого Хоббита и цветное изображение для календаря 1976 года, раскрашенное британским художником Харальдом Ридетом. Бильбо прибывает к хижинам эльфов-потовщиков. Это изображение было использовано во второй публикации Хоббита 1938 года, которая содержала цветные иллюстрации. Разговор со Смаугом. Цветное изображение из второго издания Хоббита 1938 года. Врата Мории. Кристофер Толкин уточняет, что первое описание данного изображения, ступени, ведущие к великим вратам Мории на восточной стороне Мглистых гор, было ошибочным. Это отрезанная нижняя часть оригинального изображения врат Мории, который находится на предыдущей странице. Хельма Лопать и Хорнбург. Крепость Рохана. Этот карандашный набросок был выполнен Толкином на странице экзаменационного листа. Ородруин. Набросок Роковой горы. Вид севера. На рисунке видна дорога, ведущая к проходу в огненные палаты Саммат-Наур. И изображение черной башни Барадур с дверью на восточной стороне. Гора Таниквитиль. Акварель. 1927-28 года. Рисунок из Тельмариллиана. Таниквитиль – это самая высокая гора Арды. На вершине горы находится трон Манве, верховного короля Арды. Гондолин и долина Тумладен. Гондолин – это тайный город эльфов, построенный на вершине холма Аман-Гварет, вскрытый горами долиния Тумладен. Оригинальные эскиз Толкина, датированные сентябрем 1928 года. И цветной вариант для календаря 1978 года художника Харальда Ридета. Глаурунг отправляется на поиски Турина. Глаурунг – это бескрылый дракон. Первый огнедыщий дракон Средиземья, созданный темным властелином Морготом. Турин Турамбар – это великий воин людей, всю свою жизнь боровшийся с проклятием своего рода, который получил его отец – Хурин Талион от темного властелина Моргота. Этот рисунок датирован 1927 годом. Узоры, нарисованные Толкином цветной шариковой ручкой на листах газет в 1960-е годы. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. На этом канале есть более раннее видео по книгам рисунки Толкина для «Властелин колец» и «Властелин колец с иллюстрациями Толкина». Если вы с ними не знакомы, пожалуйста, посмотрите. До свидания. Моглистые горы. Моглистые горы. Вид на запад. Так, Моглистые горы. От гнезда. На странице экзаменационного листа. Экзаменационного листа. Экзаменационного листа. И цветной вариант для календаря 1978 года художника. 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 Как его звать-то? Где тут ее в гемоталке? Харальда Ридета. Основная цель данной книги. Блядь, вы заебали. Добанные барабаны пришли. Блядь, опять барабанят. Опять пришли барабанить под памятник Пшиваджи. Пидарать вы, блядь, уеб... Блядь, они заебали. Какого хуя ты, сука, стучишь в пол-одиннадцатого? Ай, блядь. Пиздец, блядь. Все, привет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...